здравствуйте дорогие друзья сегодня я расскажу вам о том какими изобретательными какими находчивыми нам приходилось быть чтобы реально выжить в этом соревновании на необитаемом острове последний герой такое интересное соревнование которое действительно выявляет и хорошие плохие черты в каждом человеке позволяет каждому из нас попробовать как можно жить в этом социуме при условий такого резкого дефицита не только удобства еще даже еды никакого сооружения в котором прятаться на ночь нет у нас два мачете есть которые можно что-то рубить и вот пытались ребята строить такую хижину которой покрывали пальмовыми листьями ну и ночью шел дождь как ни странно вы даже не представлять насколько климат там такой жаркий день солнце светит так хорошо а к ночи солнце садится температура падает и над каждым островом это это просто такой природный цикл к ночи собирается большое облако поднимающегося вверх теплого воздуха который там превращается в облака над вами над вашей головой и к ночи когда опускается температура оттуда идет дождь из этого облака и вот такое у нас развлечение ежедневное по ночам дождичка обязательно пройдет и мухленький режим там подрагивая но ребята вместе а я как вот обычно старый бизон или зубр держится в стороне от общего коллектива я не то что бы не хотел быть в компании с утра в шесть утра на зарядку выходили я на волкова на этот пляж максим сергеевич покровский который за зарядку не особенно стоит встает на голову и на голове стоит полчаса так примерно я пока тут зарядка какие-то упражнения дел так поглядывал так стоит неподвижно но такой позе которая вызывает уважение постоять полчаса на голове это надо уметь вот ну поэтому вот такие были люди которые сразу на зарядку выходили остальные кто как-то просыпался но кирилл александр стал мацкий шел сразу костру костру и начинал кашеварить вот он то что собрали он дальше заваривал этом казане а максим сергеевич покровский после окончания своей зарядки сразу шел костром был главный костровой он знал что у него такое дело выбрал себе дело когда страны смотришь знаете половину времени он стоит на коленях и поддувает в костер чтобы он не погас так подкладывать сначала мелкие веточки потом еще что-то а зажигали мы костер только один раз потому что у нас не было ни спичек как у потерпевших кораблекрушения не зажигало ничего огнедышащего нет как добыть огонь вот если подумать что таким трений можно добавить но это надо посмотреть на аборигенов которые делают вот такой знаете трение вызывает огонь это такая работа такой сильный нажим надо делать и не столько энергии потратить еще уметь как-то и подхватить вот это какой-то искорки которые выходят оттуда а у нас конечно попроще оказалось первым делом увидели у кого очки взяли двое очков вот так сложили и пытаемся солнце поймать и солнечным вот лучом как из лупы яркое пятнышко образуется и даже в тропиках даже в таком жарком месте в три часа нас выстрелили уже после пополудни да солнце уже вот так нибудь не в зимите а где-то так стороне одну создает пятнышко ничего не загорается в первый вечер мы легли мокрые спать как и потом значит на следующее утро ждем когда солнце вышло в зенит опять двое очков соединили и тут такая жесткая лупа получилась с ярким пятном от которого раз и на на сухом муху на листочках так и сухих появились огоньки и мы это такой стали значит собирать собирать получился костер который мы все дни ни разу не гасили несмотря на ночные дожди потому что мы понимали что каждый раз ждать полудни что-то там зенка стирочек когда с утра же хочется погреться у костра ну так нехорошо вот мы что сделали когда вечером значит костер уже разросся там углей много мы казанка из которого мы ели переворачиваем и горячие и прямо раскаленные угли закрываем этим казаном на всю ночь тут вокруг идет дождь на казан попадает а там внутри сухо тепло и горячо и вот мы в одном казане варили все что поймали и получалось такая супчик такой который мы ели там два раза в день когда сварили еще на сон грядущий и вот это была вся наша еда все делится поровну между участниками сколько человек вот жанна фриске сразу положит по кучке а таких продуктов одинаковых и вот вот это тебе это тебе тебе я вот это он пошел за дровами а это там что-то собирает ловит вот за каждым следил чтобы никто не съел чужого ни капельки и когда кое-кто когда-то бывало так проходит мимо вот общей кучки а так чуть цепляет чуть-чуть раз мы видим боковым зрением саше матвеевым так переглянулись ну следующий а надо отправлять его домой потому что она будет мешать этим таким эгоистичным способом существования вот и им просто не не говорю что с ним что-то случилось вот этот человек устал он уже чувствует что ему хочется домой и отправляем его так сказать с максимально добрыми словами никогда никого ни в чем не упрекая и вот в этом наш так сказать была сила я бы сказал жанна фриске который была такой прекрасной сестой хозяйки продолжала вести вот такой вот контроль над всем когда она была еще в женской команде вот даже в передачу включить я же посмотрел там начало мы не видели что там творилось а вот же когда просматривали передачу мы видим она ходит и этими женщинами командует потому что некто там раскизли вот сидят и их ныщут чем туда попали зачем вот тут она подходит к одной из них стиснув зубы хватит трендеть работать надо девочка выскакивает и вижу что-то делать надо собирать дрова для кастра надо пытаться найти какую-то еду надо что-то такое всем делать знаете и поэтому очень ее характер такой твердый жесткий очень помогал еще в женской команде потом в нашей совместной еще один был замечательный человек сергей тугалуков ну такой парень готов работать работать и работать и строил вот эти хижины которые все равно промокали но он занимался строительством все хотел что-то из этих стволиков молодых бамбуков чего-то из листьев пальмов что-то построить они строили даже помост какой-то сделал легли на него там всей компании я лежу отдельно там на тропинке просто на тропинке почему тропинка потому что когда ложишься если вот на эту саму подстилку ну тут вылезает из ночи всякие там мелкие вот а так я ложусь на протопанную тропиночку такой которая идет там потому что все-таки получается тропинка и вот на ней лежишь только крабы перебегают ночью через вас вот так чувство подошел краб надемные крабы которые ходят ночью и чего-то там собирает и вот чувствуешь как по твоему боку так крабик туда-сюда туда-сюда пытается перелезть но никак никак не получается но потом наконец находит какое-то место кто-то или он обходит меня целиком и уходит как бревно лежит надо обойти и рисует перебирает через меня это чувство как раз полез и побежал дальше ну конечно не для всех это может быть приятно но я на это особо не обращал внимание однажды поскольку я подолгу уходил на сборку дров а при этом я конечно хотел наблюдать каких-то птичек ящик то все пятое десятки и вот я это все значит наблюдал процессе сборки дров вот и потом приходил и максим сергеевич мне как положите вот в стороне я буду перебирать ваш дрова он откладывал толстые палочки тонкие палочки совсем какие-то такие для разжигания самые тоненькие и вот у него все это пакучка была разложена и вот на колени тату на этот вот она это угли в клалку утром все это раздувал то есть работа ежедневно ежедневная работа в чем демище когда уже пойдет он надышался дымом и ни звука так не жалобы ничего узнает что он так сказать на работе и все и я на работе сборщик дров и мелкой еды наземной но и девочки некоторые там я вспоминаю как не лазали по скалам собирали вот этих устриц которые прилипли и вот такая была по сути дела дружной компанией и постепенно но выводили людей уставших ослабевших которые сами недовольны никого вот так вот насильно не выбрасывали ни в коем случае тем более некоторые а вот вы наверно самых сильных отбираете выгоняете чтобы оставить там обогнать слабых на финале но это было бы смешно принять надо было прежде всего выживать там или выживание требовали сильные люди и мы сразу кучковались я тоже себя считаю сильным человеком в этом плане если я выжил да еще с удовольствием и без капризов без жалоб без всего и можете представить если кто-то сомневался в том что они кормили ли вас за пальму уже в тысячный раз я встречаюсь с людьми рассказываем а вот кормили за пальму а вас отвозили в гостиницу ночевать ну вот подумайте посмотрите на людей которые участвуют так внимательно от начала до конца и вы увидите что люди ну за исключением некоторых особенно таких стройных или худых как вот не кирилл александр талмацкий он такой худенький как вот начинал соревнования так том же весе и выше а вот такие люди как я например когда у меня было 95 килограммов в начале 4 4 соревнования а вышел я с 8 килограмм и 15 килограммов ушло с меня вот может посмотреть первую серию и так заключить вы видите что два по весу разных человека на 15 килограммов это заметно так что мне этот проект кажется удивительным по сравнению с остальными мне очень понравилось там побывать благодаря приглашению руководства первого канала имел радость и счастье быть полноправным участник спасибо друзей